Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. 11 июня Церковь чтит память святителя Луки, архиепископа Симферопольского, архипастыря и врача, целителя душ и тел, подающего свою помощь страждущим и болящим по сей день. Свидетельств чудес и исцелений от тяжких болезней по молитвам святому великое множество. Архимандрит Дионисий Анфопулос собрал небольшую часть из этих многочисленных свидетельств православных христиан о случаях благодатной помощи и исцелений от тяжких болезней по молитвам святителя и целителя Луки, почитаемого в Греции как великого святого. Они представлены на страницах книги, вышедшей в свет в издательстве Сретенского монастыря под названием «Расскажи, что сделал для тебя святой». Житие и чудеса святого Луки, архиепископа Симферопольского, целителя. Первое издание этой книги вышло в Греции в 2010 году. Она была написана по благословению митрополита Верей, Науса и Комбании Пантелеймона. В его митрополии, в древнем монастыре при святой Богородице Довра, сооружен храм, посвященный святому русской православной церкви, святителю Луке, архиепископу Симферопольскому. А в храме хранится частица мощей этого святого. Обращаясь к читателям книги, архимандрит Дионисий Анфополос пишет. «Несколько месяцев тому назад принял я от митрополита Пантелеймона послушание собрать чудеса святителя Луки, которые произошли в нашей местности. Задача эта, которая на первый взгляд кажется простой, имеет вместе с тем многие уникальные особенности, свойственные уникальности каждого факта чудотворения, с которым имеет дело тот, на плечи которого возложена ответственность зафиксировать его. Как исследовать волю Божию? Как приблизиться к страждущей, но в конце концов благословенной душе человеческой? Как измерить боль, страдания, благодарность? Как приблизиться к тайне непостижимой связи Бога и человека, Творца и Творения, Отца и Детяти, которая для каждого уникальна и неповторима? Насколько уникальна и неповторима каждая человеческая душа, равно как и попечение Божие о ее спасении? И все это попытаться перенести на лист бумаги, которому не достает ни эмоций рассказчика, ни восхищения величием Божиим слушателя. Осознавая трудность предприятия, я, пишет отец Дионисий, признаюсь, избегал или скорее откладывал начало дела. Я не был уверен, смогу ли я справиться. Но, как признается автор, вскоре он сам стал свидетелем чуда по молитвам к святому Луке, потому что оно совершилось в его собственной семье. «Так и я, — отмечает он, — стал причастником всех тех переживаний, которые были мне дотоле неизвестны. Во всяком случае, я, наверное, не испытывал их в такой степени ранее. Поэтому, несмотря на все сомнения и опасения, я принял на себя послушание по собиранию чудотворений святителя Луки в наших краях ради его прославления и для их изложения в книге». Приступая к рассказам о чудесах святителя Луки, автор также говорит об очень важной детали того, что относится к феномену чудес в православной церкви. «Под чудом, — пишет отец Дионисий, — мы обыкновенно понимаем любое чудесное и одновременно действенное вмешательство Бога в нашу жизнь, которое своим результатом имеет избавление нас от какой-нибудь проблемы или искушения, которое нас занимает. Однако чудо не ограничивается только этими узкими рамками. Чудом является вся наша жизнь и творение, которое нас окружает. Сколько раз мы останавливались восхищением перед каким-нибудь прекрасным пейзажем, сколько раз мы дивились божественной премудрости, глядя, как растет эмбрион и становится полноценным человеком, или разглядывали в микроскоп мельчайшие тела, в которых бьется жизнь, или же рассматривали в телескоп звезды и планеты. Сколько раз мы приходили в восторг перед достижениями науки, которые также осуществлялись благодаря просвещению Божию. Сколько раз мы с признательностью останавливались перед делами его промысла. Все творение, вся тварь, вся наша жизнь — суть одно совершенное чудо, непрестанное проявление любви Божией, которое простирается и наполняет все всецело. Это любовь, которая нашла свое выражение в особом благоволении и заботе Создателя о человеке, которая достигла наивысшей ступени, чтобы выразиться и в воплощении Сына Божия, в Его искупительной жертве и в оживотворяющем Его воскресении. В свете этого божественного человеколюбия нам следует рассматривать и факты чудес, которые в изобилии и по преимуществу являются в лоне Православной Церкви. В этой связи проявляется и фактор святости, который играет значительную роль в явлении чуда. Мы — простые люди, чувствуя, что жизнью и делами нашими мы не угождаем Богу, не решаемся напрямую обратиться к Нему и используем в качестве посредников между нами и Ним святых. Они своей жизнью угодили Богу благодаря подвижничеству и соблюдению заповеди Его, явили себя подлинными христианами, достойными звания святых и друзей Христовых, согласно самому Слову Господа. Так мы можем понять, что у святой не есть некий божок или полубог, который творит чудеса, но лишь тот посредник, который просит за нас Бога, чтобы стяжать нам Божию милость и помощь. Таким святым, имеющим особое молитвенное дерзновение перед Богом, соответствующее его собственной любви к Нему, и был святитель-чудотворец Лука. Мы, говорит автор, очень хорошо знаем о множестве чудес, творимых им по благодати Божией в России и в Греции, а также и в других странах, где он почитается и призывается как помощник и заступник. И мы в священной нашей митрополии, особенно во святой обители Богородицы Довра, где хранится бесценное сокровище, частицы его святых мощей, стали свидетелями таких чудес. После прибытия частицы мощей святителя Луки в нашу обитель, чудесные знаки его благодатной помощи стали явственны с первого дня их пребывания в монастыре. По словам автора, братья монастыря с тех пор живет непрерывно, свидетельствуя великое чудо, видя, как чудотворная и целительная благодать святого ежедневно благотворно изливается на болящих и страждущих братьев, с верой и надеждой, прибегающей к его заступничеству. Святой Лука, отмечает отец Дионисий, вашего рода и нашей веры. Несмотря на то, что нас разделяет большое расстояние, наше общее почтение и любовь к святому Луке ясно показывают не только единство в союзе любви между нами, но и единство нашей православной церкви. Этому единству будет способствовать издание на русском языке скромного труда под названием «Расскажи, что сделал для тебя святой», о жизни святого Луки и некоторых чудесах, явленных благодатью Божией по его заступничеству благочестивым паломникам нашего монастыря. Приведенные в книге сведения о старых и новых чудесных событиях являются лишь частью того, что совершил святитель Лука в области, где проживает автор. Впрочем, как отмечает отец Дионисий, точное число чудес, совершенных по благодати святителя, неизвестно. Многие из благоговения, другие по смирению, третьи из-за того, что не распознали пока бережного вмешательства в их жизнь святителя, хранят в своих сердцах многоценную жемчужину и небесный дар — заботу и помощь святителя. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok